Привет, я Никита Власов и вы смотрите тележурнал «Виртуальный мир» на телеканале ТНТ «Онега». Сегодня мы расскажем вам о научно подкрепленных сомнениях относительно животворящих свойств Wi-Fi сетей и поделимся новостями о научно-технических успехах немецких подростков и взрослых. Вред здоровью от излучения различных устройств поистине неумираемая тема. Тем более, что к мобильным телефонным сетям, фигурировавшим раньше в качестве единственного зла, добавились различные Wi-Fi, Bluetooth и прочие беспроводные сети. Тараканы покинули города, говорят, именно поэтому не вынесли вреда здоровью. Люди, наоборот, стремятся в места с наибольшим распространением беспроводных сетей. К табличкам Wi-Fi их так и влечет со своими гаджетами. Ученые, как водится, бьют тревогу. На самом высшем уровне относительно массово обратились в Организацию Объединенных Наций. В своем заявлении они подчеркнули, что необходимы правила, которые бы помогли оградить людей от излучения мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других беспроводных устройств. Вышки сотовой связи подвергают нас излучению. Особенно страшно то, что телекоммуникации и электрические технологии наносят вред ДНК в клетках. Многие биологи не сомневаются, что это причина, по которой возросло число раковых больных. Ученые говорят, постоянное электромагнитное излучение от вышек телефонной связи может привести к раку или неврологическим, сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям. Подобного излучения все больше и больше в нашей среде, а контроля за ним нет. По словам Бланка, электромагнитное излучение может также вызывать ожирение и аутизм. Он предлагает отключать мобильные телефоны и беспроводные устройства, когда они не используются. Впрочем, не все на это согласны. Мы все потеряемся, если у нас не будет мобильных телефонов. Молодежный кружок в Германии собрал орган из 49 флоппи-дисководов с помощью частей, распечатанных на 3D-принтере. Орган создавался 3 месяца, а в конструкции использованы 84 пластиковые детали, полученные при помощи 3D-печати. На органе можно играть при помощи MIDI-клавиатуры или проигрывать заранее записанные треки. Отметим, что специфический звук флоппи-дисководов довольно часто становится причиной для его использования в качестве музыкального инструмента. Немецкий центр исследования искусственного интеллекта создал компактный автомобиль Smart Connecting Car под номером 2, предназначенный специально для движения по сильно оживленным улицам городов, где пробки могут длиться по несколько часов к ряду, а парковочных мест может катастрофически не хватать. Несмотря на то, что данный автомобиль является прототипом, он уже позволяет ясно представить то, как некоторые из его инновационных решений могут привести к разработке по-настоящему умных и даже адаптивных, если можно так выразиться, автомобилей. Все четыре колеса машины способны поворачиваться на 90 градусов, то есть перпендикулярно к кузову автомобиля. Это наделяет ИО-2 удивительной маневренностью и позволяет ему не только фактически поворачиваться на месте, но и ехать в сторону. Обладая такими возможностями, автомобиль практически полностью исключает проблему параллельных парковок. Машина весом 750 килограммов, примерно столько же весит автомобиль Smart, может к тому же еще и уменьшаться в длине с 2,5 метров до 1,5, делая парковку вообще очень легким и приятным занятием. Еще одной особенностью автомобиля немецкие исследователи отмечают концепт коммуникационных функций, получивший название взвод. Автомобиль разработан таким образом, чтобы имелась возможность прицепиться к другому такому же автомобилю или сразу нескольким, организуя своего рода автопоезд. Преимущество такого способа передвижения заключается в том, что взвод из подобных машин становится полностью автономным и единым транспортным средством, позволяющим его водителям стать пассажирами и наслаждаться поездкой за чашечкой кофе или прочтением свежей газеты. К сожалению, информации о планах по выпуску потребительской версии самоуправляемого электрического автомобиля ИО-2 немецкие разработчики пока не дают. На сегодня это, пожалуй, все. Я, Никита Власов, прощаюсь с вами. Увидимся снова уже через неделю. А мы посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире информационных технологий. Пока! Генеральный спонсор программы ООО «Связь-сервис».